МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В государственной кассе почти 5 миллионов гривен. И снова мусор. Почему во Львове не могут найти место для сортировки отходов? Ни дня без диверсантов, кого на сей раз в Крыму записали в разведчики. Годовщина революции. Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Ровно три года назад к Стелле на Майдане пришли несколько сотен человек. Люди вышли в знак протеста из-за решения власти остановить курс на евроинтеграцию. Первыми тогда акцию поддержали студенты, но после кровавого разгона Беркутом к активистам присоединились протестующие по всей стране. Тогда же изменились и требования митингующих. Люди уже настаивали на импичменте президента Виктора Януковича. На Майдане на заложенности активисты были до конца февраля 2014-го, когда в результате противостояния с силовиками погибли более 100 человек. Память погибших героев Небесной Содни сегодня почистили на центральной площади страны. В эти минуты на Майдане независимости, там сейчас находится моя коллега Анна Каменева. Анна, здравствуй, расскажи, что в эти минуты происходит в центре столицы? Много ли там людей и все ли спокойно? Здравствуй, Катя. Все начиналось довольно спокойно. Люди пришли на митинг Вече. Пришло несколько сотен человек, но все изменилось буквально час назад. На марш революции, организованные радикальными силами, начали собираться люди возле Стеллы. Организаторы призвали их принести шины, чтобы их там поджечь. Но и из-за этого, ближе к Европейской площади, возникла потасовка с правоохранителями, которые пытались не пропустить активистов с шинами. Вот предлагаю посмотреть, как это было. Некоторым все же удалось пронести шины к Стелле и поджечь их. Там черный дым опять окутал Майдан. Как вы видите, сейчас они уже догорели. Информации о пострадавших или задержанных пока нет. Сейчас на данный момент все выступления организаторов уже закончились возле Стеллы. И большая часть активистов двинулись в сторону Бессарабского рынка. Туда за ними пошла и колонна правоохранителей. Мы остаемся здесь следить за дальнейшим развитием ситуации. Катя. Спасибо, Аня. Происходящее в эти минуты на Майдане силовики пока не комментируют. Мы продолжаем следить за ситуацией в центре столицы и будем информировать вас в течение выпуска. В Киеве появится музей-мемориал Героев Небесной Сотни. Об этом на торжествах в мастерском арсенале заявил президент Петр Порошенко. Глава государства уже распорядился выделить земельный участок на аллее Небесной Сотни, бывшей улице Институтской. Сегодня Петр Порошенко вручил государственные награды участникам революции «Достоинства» и «Воинам АТО». Посмертное звание Героев Украины присвоено 18-летним украинским защитникам Сергею Табали и Андрею Снитко. В своем выступлении Порошенко заверил, что несмотря на внешнюю агрессию, Украина не изменит проевропейский курс и призвал политиков прекратить борьбу без правил. Я уверен, что незабаром эффективность украинских экономических реформ відчуватима все больше и больше кількость людей. И подвищение уровня жизни уже стоит на порядку денному зараз. Еще раз и еще раз наголошу, все будет гаразд, если мы с вами не дозволим окремим политиканам обнулить результат, достигнутый такой дорогой ценой. С Днем Достоинства и Свободы поздравил украинцев и премьер. На странице в соцсети Владимир Гройсман выразил благодарность каждому герою, который боролся за Украину. Также в своем поздравлении он написал «Вместе мы доказали, мы едины в стремлении быть независимыми и жить в демократической стране». О преступлениях против участников революции достоинства говорил сегодня в ГААГе генпрокурор Юрий Луценко, его заместитель и глава управления спецрасследований встретились с прокурором Международного криминального суда Фатубин Судой. На своей странице в Фейсбуке Юрий Луценко сообщил о перспективах совместного расследования не только преступлений против евромайдановцев, но и военных преступлений в Крыму и на Донбассе. Тем временем адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин рассчитывает, что российская сторона согласится обменять его подзащитного на арестованного в начале октября в Ривне Виктора Павленко. Сроки обмена пока неизвестны, а российские власти сегодня заявили о задержании очередных якобы украинских диверсантов в аннексированном Крыму. Кто эти люди? Все подробности в нашем сюжете. Эти кадры со ссылкой на пресс-службу ФСБ показала в эфире Российская ТВ. На них, как утверждается, задержание в аннексированном Крыму очередных украинских диверсантов, которые якобы, зная, что находятся под колпаком, все равно, судя по видеозаписи, зачем-то отправились в лес с оружием и деньгами. Задержанного Алексея Стагния обвиняют в том, что он якобы сотрудничал с так называемой группой Штыбликова. Это еще один арестованный несколько недель назад крымчанин, которого российские спецслужбы подозревают в работе на Украину. Стагния обвиняют в сборе информации о Черноморском флоте России на оккупированном полуострове. Задача объекта, инфраструктура кораблей Черноморского флота, также анкетные данные на офицеров, которые проходят службу на кораблях Черноморского флота. Не забыли российские спецслужбы и о визитках правого сектора, а затем рассказали о сообщнике Глебе Шаблие. По указанию руководства Главного управления разведки Министерства обороны Украины выполнило разведственные задания. Стагния и Шаблий были задержаны и арестованы на прошлой неделе, однако известно об этом стало только сейчас. Российская сторона подробности уголовного дела не сообщает. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. В Минобороны Украины арест очередных разведчиков назвали фейком. Украинских военных, тем более разведчиков, никто ни где не затримал. Они находятся на своих боевых постах и несут службу. Все, что выдается службе ФСБ про, начебто, украинских диверсантов, это все граждане, которые сейчас проживают на территории Крыма. Среди них также есть колишние военнослужащие, которые еще до оккупации Крыма имели службу в Збройных силах, в том числе и в Украине, и освобили на пенсию. Тем не менее, задержанным избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Дмитрий Евчин, подробности, телеканал Интер. Границы Украины и Беларуси укрепят за счет Евросоюза. Брюссель предоставит Киеву техническое оборудование и транспорт стоимостью 2 миллиона евро. Официальная церемония передачи состоится завтра в Житомире, а в Евросоюзе уже есть согласие на продление санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Официально срок ограничительных мер истекает 31 января, и, скорее всего, их продлят еще на полгода на саммите в Брюсселе 15-16 декабря. По информации источников, главным условием для снятия ограничений против Москвы является полное выполнение минских соглашений и прекращение конфликта в Украине. Безвизовый режим СИЕС еще на шаг ближе. Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвек прогнозирует прорыв в переговорах по механизму приостановления безвиза на следующей неделе. А как только этот вопрос утрясут, украинцам предоставят право свободно ездить в Шенгенскую зону. По словам Йозвека, в среду посл и ЕС дадут мандат Европарламенту на переговоры по механизму приостановления безвиза. Он предполагает возможность Брюсселю приостанавливать действия безвизового режима в случае злоупотреблений со стороны граждан тех стран, которые не являются членами ЕС. Украина выполнила все 144 пункта плана действий по визовой либерализации. Об этом заявил Петр Порошенко, сообщив, что теперь ожидает решение Брюсселя о предоставлении безвиза. По словам президента, есть основания для компромисса между Киевом, Брюсселем и Амстердамом по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Экономический эффект от сотрудничества с объединенной Европой уже виден, уверяет Порошенко. Угода уже начала давать результат. Частка Европейского Союза в нашей внешней торговле сейчас складывает уже 41%. Ринок Европейского Союза потрохи начинает компенсировать тот колоссальный удар, который завдала нам Россия тем, что начала войну и тем, что закрыла доступ украинским товарам на свой рынок и блокировал транзит до других стран. Помогать Украине готовы и в НАТО. Альянс продолжит оказывать существенную поддержку. Об этом заявил генсек блока Енс Столтенберг на парламентской ассамблее в Стамбуле. Он подчеркнул, что Альянс никогда не признает аннексию Крыма и готов в дальнейшем помогать Киеву и политически, и технически. Речь идет в том числе о финансовой помощи и тренингах военных. Единственный путь к мирному продолжительному урегулированию – это полная имплементация минских договоренностей. Прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, безоговорочный и безопасный доступ членам ОБСЕ для мониторинга. Россия должна прекратить поддерживать сепаратистов на востоке Украины. В зоне ТО под обстрелами сегодня оказались и Луганская, и Донецкая области. Двое наших бойцов получили ранения. Во фронтовой Авдеевке, прямо под звуки канонады и тяжелого вооружения, отмечали День свободы и достоинства. А в самой Авдеевской промзоне, в знаменательный день, бойцы принимали волонтеров. О том, как все было, в материале Геннадия Вивданка. Стрельба боевиков из легкого вооружения совсем не беспокоит наших солдат. В 72-ю бригаду, в самое пекло войны Авдеевскую промзону приехали представители власти и волонтеры из Умани. Привезли генератор, лекарства и продукты. Пока боевики запросили перемирия, есть возможность получить волонтерскую помощь с Родины, с Умани. Особенно радость в Авдеевской промзоне сейчас вызывают помидоры с Родины. Низкий земной уклин. И от всех от нас, от всех людей, которые могут мирно жить и все делать для того, чтобы развивалась эта страна. Я вообще радякую. У нас каждого дня, так же, как и попереду, я горячий, где великий обстрел. Найбільше это забронные калібры, которые используют противники. Готовы сидеть на одних солдатских тушенках, но когда знают, что тебя дома ждут, поддерживают, поважают, понимают. Больше и нет. У самого памятника Шевченко слышны взрывы. Боевики бьют из крупного калибра по украинским позициям на шахте Бутовка под Авдеевкой. В центре города в это время собрались местные жители. Отмечают День свободы и достоинства. Военные принесли много флагов. Люди охотно их разбирают. В местный национальный музей пресс-офицер 7-3 бригады, как важнейший экспонат, передала осколок брусчатки со столичной улицы Институтской. Во времена Евромайдана она была активисткой. Революция продолжается. И я думаю, что лучше передать этот камень именно в Авдеевку, в музей Авдеевки. Потому что, возможно, они все знают, но в Донецке также был Майдан. Также был Майдан и тут так же гинули люди. К вечеру в Авдеевке местная военно-гражданская администрация обещает восстановить бесперебойное водоснабжение. Накануне боевики повредили обстрелами энергосистему фильтровальной станции. В промзоне Авдеевки ранен один украинский боец. Канонада из тяжелого артиллерийского вооружения боевиков у Кургорода усиливается. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Впервые за полтора года представителю ОБСЕ в Минской подгруппе Тони Фришу удалось посетить украинских пленных в тюрьмах оккупированной части Донбасса. Об этом на своей странице в фейсбуке написала вице-спикер парламента Ирина Геращенко. По ее словам, после встречи Фриша с пленными, представитель ОБСЕ увиделся с родственниками заложников и из первых уст рассказал об условиях содержания их близких. Геращенко также напомнила, в списке заложников все еще остаются 109 украинцев, это как гражданские, так и военные. Некоторые пленники в заточении уже больше двух лет после событий в Уловальске и Дебальцеве. Представители Нормандской четверки встретятся в конце ноября. Об этом по телефону договорились президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель. Встреча состоится на уровне министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Также лидеры двух государств обсудили подготовку дорожной карты по имплементации минских договоренностей. Канцлер заверила, что санкции ЕС против России будут продлены до полного выполнения последней минских договоренностей. Также Порошенко и Меркель обсудили подготовку к саммиту Украины и ЕС, который состоится в этот четверг в Брюсселе. А сама железная фрау идет на четвертый срок. Ангела Меркель официально объявила, что снова будет бороться за пост канцлера Германии. Долго ли думала Меркель, почему решилась и каковы шансы на победу? Все подробности в материале Татьяны Лагуновой. То, о чем в кулуарах шептались политики и прогнозировали в своих статьях журналисты, теперь подтверждено официально. Ангела Меркель не собирается на политическую пенсию и снова будет участвовать в гонке за кресло канцлера. Я долго думала, как это будет, какой опыт я смогу использовать, сколько азарта и любопытства у меня есть, чтобы работать еще четыре года. Непростое решение может сделать действующего канцлера, одним из политических рекордсменов. Парламентские выборы в Германии осенью следующего года. На момент голосования Ангела Меркель будет у власти уже 12 лет. Выиграет еще раз и доработает каденцию до конца, получится 16. Так долго страной руководил только канцлер немецкого единства Гельмут Коль, который, собственно, и привел Ангелу Меркель в большую политику. Получится ли у Меркеля остаться в кресле – вопрос непростой. Против нее падающая из-за миграционного кризиса рейтинги и банальная усталость избирателей. За нее страх перед растущей популярностью правых популистов и безальтернативность. Это признают даже главные конкуренты христианских демократов – эсдеки. Решение канцлера не удивило. Хотя я не люблю этого выражения, у христианских демократов нет альтернативы. Кроме нее нет больше никого. Кто же станет главным конкурентом без альтернативного канцлера, эсдеки еще не решили. Выбирают между главой Европарламента Мартином Шульцем и вице-канцлером Зигмером Габриэлем. Пока конкуренты раздумывают, Ангела Меркель уже отвечает на вопрос, последует ли за четвертым сроком пятый. Нет, но я не должна сейчас отвечать на этот вопрос, а то мы таки про 2025 год заговорим. Представьте себе, да и кто знает, будете ли вы тогда еще работать. Но, как говорится, в каждой шутке только доля шутки. Сатьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Европа ждет от Украины более решительных шагов в области борьбы с коррупцией. И даже ареста высокопоставленных чиновников-коррупционеров. Это одно из требований получения следующего транша от фонда. Впрочем, острой необходимости в деньгах МВФ оказывается нет. Так, по крайней мере, считает министр финансов Александр Данилюк. В комментарии экономической правде он заявил, что все транши, которые получает Украина, идут исключительно в резерву Нацбанка. По мнению главы ведомства, получение кредитов, в первую очередь, это сигнал для международных инвесторов, что программа реформ в Украине продолжается. Напомню, ранее в МВФ Украине дали дополнительное время для выполнения обязательств по сотрудничеству с фондом. В частности, миссия потребовала посадить за решетку чиновников-коррупционеров. А коррупция в Украине тем временем процветает. Очередную преступную схему раскрыли в морском порту Николаева. Следователи СБУ вместе с фискалами выявили, как руководство государственного предприятия в обход чистой бухгалтерии вело черную. На чем зарабатывали чиновники и сколько миллионов прошло мимо госбюджета. Все подробности. В Николаеве семь портов, два государственных ежедневно через терминалы проходят тысячи тонн различных грузов. И в таком потоке легко потерять одно или два судна. Чем и воспользовались в одном из госпортов. У его причалов проходила разгрузка, но вот государство от этого ничего не получало. Официально порт или вовсе не оказывал услуги, или брал за обслуживание смешные деньги. На преступную схему оперативники СБУ вышли по наводке. Сейчас открытое головное производство по двум фактам мошенничества. Последний произошел нынешней весной. Общая сумма ущерба почти 5 миллионов гривен может вырасти, если в процессе расследования обнаружатся новые факты злоупотреблений. Никто из подозреваемых в махинациях чиновников пока не задержан. Официально СБУ не разглашает, в каком именно госпорту действовали мошенники. Из собственных источников нам стало известно, что речь идет о спецспорте Ольвия, который раньше назывался Октябрьск. Получить комментарий представителей предприятия нам не удалось. Все телефоны молчат. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев. А вот львовские активисты и депутаты Гурсовета подозревают в коррупции мэра Андрея Садового. Градоначальник продолжает играть на руку мусорной мафии, считают они. Что же сегодня происходило в Гурсовете и что депутаты потребовали от городского головы, знают наши корреспонденты. Так бурно сегодня проходило заседание земельной комиссии во Львове. Жители микрорайонов Рудное, Ресное, Русское и Белогорще выступают против строительства мусоросортировочной линии. Чиновники львовской мэрии просили депутата выделить под сортировку мусора аж 10 гектаров земли. Эта территория недалеко от жилых районов. Местные жители опасаются, что площадку будут использовать под складирование отходов. Та же свалка, только название другое. До моего дома 700 метров. Мы приехали туда, а там стоит прессик. Пока что он невеличкий, эти фотографии мы сделали, уже там есть тюки со сметкой. Хочут землю, 10 гектаров, под что еще? Мы все с вами догадываемся, под что. Под складывание, сортывание, байдужи, как бы это назвали. С местными жителями солидарны и атошники. Территория под сортировку находится рядом с участками, которые выделили ветеранам. Львовские журналисты выяснили, это мусоросортировочное оборудование за средства госбюджета еще в 2011 году закупило госагентство по инвестициям. Тогда его возглавлял Владислав Каськив, которого ГПУ обвиняет в финансовых махинациях. Пять лет оборудование ржавело где-то на складах, а затем комиссия Львовского горсовета передала его частной компании. И вот этой же компании планируют выделить из госбюджета на реализацию проекта по сортировке отходов немалую сумму – 70 миллионов гривен. Активисты возмущены. Бюджетные миллионы получит фирма с сомнительной репутацией. Без уставного капитала, но с долгами на счетах. И без опыта работы по сортировке отходов. Местным чиновникам даже возразить нечего. Во Львовской ОГА говорят, будут контролировать реализацию этого проекта, мол, мэр Садовый слишком долго тянулся строительством. А вопросы сортировки продолжат обсуждать на ближайшей сессии горсовета. Сегодня львовские депутаты решили. Тогда же хотят заслушать отчет мэра Андрея Садового о том, как были потрачены деньги, выделенные на вывоз мусора. Речь идет о сумме почти в 100 миллионов гривен. Андрей Кровец, Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности – телеканал «Интер». Тем временем столичные энергетики не намерены выполнять требования премьера и пересчитывать космические платежки за тепло. Об этом сегодня заявил замглавы горадминистрации Петр Пантелеев. По его словам, после проведенной проверки выяснилось, суммы начислялись согласно законодательным требованиям. Нарушений не нашли, как и оснований для пересчета. В свою очередь, коммерческий директор «Киевэнерго» Евгений Бушман сообщил, 654 дома, которые оборудованы домовыми счетчиками тепла, все же получат новые квитанции. Напомню, на прошлой неделе премьер Владимир Гройсман возмутился суммами в платежках и потребовал их пересчитать. Мы услышали, что это, как будто, ошибка, но какая-то она очень удивляет. Когда кто-то пытается разхитать ситуацию и нагнать истерию, я думаю, что тут может быть вопрос криминальной ответственности за выставление рахунков людям по неадекватным ценам. Поэтому я побережу всех, что с этим не нужно играться и дразнить людей. КМДА и постачальник послуг мают быстро выправить эту ситуацию. Возможно, помощь в энергетической сфере Украины окажут хорватские партнеры. Глава правительства сегодня встречался с премьер-министром Хорватии Андрей Плинкович впервые с официальным визитом в Украине. Стороны договорились о сотрудничестве в энергетической сфере. В частности, Гройсман отметил, что Украина готова помочь Хорватии в строительстве ЛНГ-терминала и призвал хорватских инвесторов вкладывать средства в украинскую экономику в связи с ожидаемым стартом большой приватизации. Это исторический визит за 25 лет нашей независимости. Никогда еще премьер-министр Хорватии не отведал Украину. Поэтому я уверен в том, что это очень символично. И это покладает на нас серьезные обовязки еще до развития наших двусторонних стосунков. Мы должны проанализировать наш опыт как членов ЕС и понять, чем мы можем помочь в синхронизации законодательства, договор об ассоциации, в координации международной помощи и других аспектах, чтобы подготовить вас к дальнейшему взаимодействию с ЕС. Это наше ноу-хау. Именно сегодня, в годовщину Майдана, уволилась директор департамента Минюста по вопросам люстрации Татьяна Казаченко. О своем решении она уже традиционно для украинских политиков сообщила в Фейсбук. Написала, что последний рабочий день выбрала символический, чтобы сдержать свое слово, быть достойной. Причину увольнения не назвала, но разместила на сайте Министерства отчет за два года работы. Как считает сама Казаченко, главное ее достижение – это закон об очищении власти, принятый еще в 2014-м. Напомню, что в ЕС закон о люстрации не оценили. Сразу после вступления документа в силу, Венецианская комиссия разнесла люстрацию по-украински в пух и прах, заявив, что она не соответствует европейским нормам и нарушает права человека. Тогда Татьяна Казаченко вместе с министром юстиции Павлом Петренко обещала закон изменить, а его действия приостановить. Но до сих пор правок в Европе так и не дождались. Смертельное ДТП в приграничной с Украиной и Ростовской области. Погибли шестеро украинцев из неподконтрольной части Донбасса. Еще трое в больнице. Пострадавшие ехали в микроавтобусе и на высокой скорости врезались в КамАЗ. Машина выгорела в считанные минуты. Шоферу грузовика удалось вытащить только троих. По предварительной версии водитель микроавтобуса уснул за рулем. Он выжил и уже дал показания. Освободить или оставить под стражей Александра Ефремова? Этот вопрос сегодня так и не смог решить Печерский суд. Адвокаты бывшего главы фракции партии регионов заявили отвод секретарю судебного заседания, а затем прокурору. Судья эти ходатайства отклонил, после чего адвокаты потребовали заменить и самого служителя Фемиды. В итоге в заседании объявлен перерыв до рассмотрения вопроса об отводе судей. Срок ареста Александра Ефремова, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, истекает 24 ноября. Прокуроры просят продлить содержание под стражей еще на два месяца. Прокуратура обратилась к суду, поскольку на данный момент продолжают существовать риски, и мы собрали достаточно доказательств для того, чтобы обратиться с хлопотанием про продолжение варту. Если прескиплево-последовательно пойти даже по подозре, которая уже второй раз изменена Ефремову, то мы увидим, что никаких оснований для того, чтобы его держать под варту, нет. Больше того, два с половиной года он находится под криминальным переследованием по другой справе. За этот час он больше десятков разов выезжал из Украины и повернулся. То есть его прессуальная поведенка была бездоганна. В Закарпатии снова контрабандные разборки. И снова со стрельбой и ранеными. Причем пострадавшие не стали писать заявление в полицию, а лечиться уехали за сотни километров в Черновицкую область. Больше расскажет Марина Коваль. Контрабандисты встретились около трех часов ночи возле заправки в центре села. Белая церковь расположена как раз на границе с Румынией. Многие здесь живут именно за счет контрабанды. Как рассказали правоохранители, местный житель должен был вернуть долг двум так называемым бизнес-партнерам. Но вместо того, чтобы отдать деньги за проданные сигареты, мужчина начал стрелять. Двоих пострадавших доставили в больницу с однистрельными ранениями ног. Обе потерпели католично отмывались надавать любые объяснения, писать заявку в полицию, так же и их родители. За передней информацией, эти люди занимаются контрабандной сигаретой. Злоумисник переховывается, он перебывает в розшуку. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия. Подобный случай уже был в конце августа в соседнем с Белой церковью поселке Солотвино. Тогда местные подстрелили четырех жителей Мукачевского района. Те точно так же пришли за деньгами за контрабандные сигареты. Среди пострадавших был Кирилл Йовбак, якобы сын Николая Йовбака, ставшего известного после прошлогодней мукачевской перестрелки. Но позже эта информация не подтвердилась. Солотвинских стрелков до сих пор ищут, а по мукачевским суд никак не начнет рассматривать дело по сути. Марина Ковадь, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Кадровая интрига. Дональд Трамп все еще подбирает людей в свою новую команду, и за этим следит вся Америка. Станет ли Митром не новым госсекретарем? И как идет отбор? Дмитрий Анопченко знает подробности. Это все больше и больше напоминает кадровое реалити-шоу. Пресса сутками дежурит возле гольф-клуба Трампа в Нью-Джерси, куда один за другим прибывают политики. На разговор. Направляясь к зданию, они хранят молчание, как Руди Джулиани, друг и советник Трампа, которому какие только должности в новой администрации не предлагали, или коротко говорят с журналистами, но все равно не отвечают на главный вопрос. А что им сказал Трамп, как Митром не? Кандидатура очень неожиданная, но вице-президент Трампа Майк Пенс на выходных проговорился прессе. Именно Митром не новый президент, очень серьезно рассматривает как возможную замену Джону Керри, как нового государственного секретаря Соединенных Штатов. Если Трамп все же остановится на Ромни, то более удивительный выбор и представить сложно. Ведь во время избирательной кампании тот был одним из самых активных критиков нового президента. Они обменивались колкостями. Трамп в сердцах обзывал Ромни глупцом. При этом Ромни человек среди республиканцев весьма и весьма авторитетный. Как-никак бывший кандидат в президенты самому Обаме проиграл. Религиозен, консервативен, поддерживал вторжение в Ирак и Афганистан, но яростно критиковал Обаму за провалы в Ливии. Обрушивался на Китай и Иран. Называл Россию главным врагом Америки. Назначив Ромни, Трамп помирится со своей собственной партией, но и получит главу внешней политики, который захочет играть в собственную игру, а не выполнять роль послушного исполнителя. Выйдя со встречи с Трампом, Митроумни отказался отвечать журналистам, а что именно ему предлагал новый президент, и что он сам ответил. Пресса даже шутит. Возможно, Трампу просто нравится смотреть, как бывшие критики и противники теперь смиренно приходят к нему в поисках должностей. Но понятно, что это только шутка. Можно ведь было проводить переговоры кулуарно, но Трампу скорее важно приучить страну, часть которой так не хотела его принимать, к мысли, что он теперь ее возглавляет. И бесконечная картинка на всех телеканалах, как политики один за другим прибывают в его гольф-клуб. Самый лучший способ для этого. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». И мы снова возвращаемся к ситуации на Майдане на залежности. Напомню, там находится моя коллега Анна Каменева. Она продолжает следить за событиями на центральной площади столицы. Анна, какая обстановка там сейчас? Что, собственно, происходит и спокойно ли? Катя, уже минут 20 здесь все тихо и спокойно. Большая часть активистов двинули в сторону Бессарадки. Туда же, в ту сторону, прошла и огромная колонна полицейских, правоохранителей. Сейчас здесь, на Майдане, находятся несколько десятков человек, несколько десятков полицейских и нацгвардейцев. Дежурит несколько машин скорой помощи. Движение на Майдане все еще остается перекрытым. Но хотелось бы также сказать, что сегодня были не только потасовки с правоохранителями, но также сотни и сотни людей приходили сегодня на Майдан, несли цветы к памятнику героям Небесный Сотник, фотографиям тех, кто боролся за справедливость и навеки остался здесь, на Майдане. Я всегда плачу. Так, конечно. Детей жалко, людей жалко. Все даримо. Хочется верить, что этих людей, хлопцей, полягли недаром. Вечная память героям, славой и покием. Чому? Столько времени, вот этих стреляли и все. Хоть одного депутата, або хоть одного, у кого доляры блестят, торбы и с такими выпирают. Хоть один тут лежит в Небесной Сотни. Вибачьте, будь ласка. Вот такие, как мы, там лежат. И на Донбассе зараз такие погибают. А хоть из них один, где пуля в лоб? Кому пуля в лоб? Прошел на Майдане и митинг вече, на котором минутой молчания сотни людей почтили память погибших героев Небесной Сотни и погибших воинов АТО. Здесь читали стихи, выступали, пели песни и молитвы. И вот, как стало известно, активисты, которые ушли с Майдана, на залежности, сожгли салон красоты. Пока мы выясняем все детали этой ситуации. И вот в завтрашних утренних выпусках об этом всем расскажем. Катя. Спасибо, Аня. Это была Анна Каменева. Она продолжает оставаться на Майдане и следить за происходящим там. Голоса первого тура французских праймерис у республиканцев подсчитаны. И первый результат Николя Саркази выбыл из предвыборной гонки. Кто они? Двое победителей, которые будут сражаться за Елисейский дворец в следующем году. Расскажет София Гордиенко. Его называли политическим животным и до последнего не верили, что Саркази вот так вот запросто примет поражение. Дорогие соотечественники, я хочу поздравить Франсуа Фиона и Аллена Жупе с победой. Эти два человека делают честь французским правым силам. Для Саркази не секрет. Голосовали не столько за Фиона и Жупе, сколько против него самого бывшего президента со шлейфом коррупционных скандалов и открытыми уголовными делами. Экс-премьер, а нынче победитель первого тура, еще недавний аутсайдер, ревностный католик и русофил Фион останавливаться на достигнутом не собирается. Дорогие соотечественники, от чистого сердца благодарю вас. Моя кампания будет усиливаться и ускоряться. Осталась неделя, чтобы убедить вас. Одна неделя для борьбы за голоса осталась и у его соперника Алана Жупе. Он начинал гонку как фаворит, а сейчас на шатке второй позиции. После первого раунда республиканской схватки Жупе пытался улыбаться, хотя давалось ему это нелегко. Я решил продолжать сражение. И уверен, французам как никогда надо объединиться. На вчерашнюю праймерис пришли под 4 миллиона человек. Похоже, в следующее воскресенье будет еще больше. Мобилизируются левые, которые, не найдя достойной кандидатуры среди социалистов, могут проголосовать за Алана Жупе. Он хоть и старше Фиона, но менее консервативен. Но кто бы ни был победителем, во втором туре ему придется сражаться с лидером националистов Марин Лепен. София Гордиенко, подробности, телеканал Интер. А французским силовикам тем временем приходится сражаться с терроризмом. В Страсбурге задержали 7 человек. Они планировали расправу сразу в нескольких французских городах. Кровавый теракт хотели организовать на большом семейном празднике рождественской ярмарки в Страсбурге. Это одно из старейших в Европе и во всем мире мероприятий его. Посещают множество туристов. Среди подозреваемых выходцы из Афганистана, Марокко и коренные французы в возрасте от 30 до 40 лет. Только один из них ранее попадал в поле зрения спецслужб. Задержание мы провели в течение одной ночи в Марселе и Страсбурге. Нам известно, что подозреваемые планировали теракты длительное время. Таким образом удалось предотвратить еще один теракт на нашей земле. Его сбросили со счетов, но он воскрес. Британский экс-премьер Тони Блэр, 63-летний пенсионер, решил выйти из политического забвения и броситься спасать страну в период Брекзита. Как он отозвался о нынешней главе правительства и лидере партии лейбористов, знает Оксана Кундеренко. Наш субкор в Лондоне. С Даунинг-стрит Тони Блэр съехал почти 10 лет назад и ровно столько же прожил в знаменитой резиденции премьера. Три срока на посту, такой рекорд только у Маргарет Тэтчер. Но кто после триумфального завершения политической карьеры захочет сюда вернуться? Разве что для торжественных мероприятий. На прошлых выходных Блэр скромно стоял во втором ряду с бывшими коллегами на церемонии возложения цветов. И ничто не выдавало его амбиций. Но оказывается, официальные ритуалы экс-премьер использовал в личных целях. Плел заговоры против нынешнего правительства, консерваторов и руководства собственной партии лейбористов. На тайных встречах, например, с бывшим министром финансов Осборном обсуждал свое триумфальное возвращение в большую политику. От Терезы Мэйблэр не в восторге. Дескать, она боец легкого веса и не может тягаться с конкурентами. А преемник на посту лейбористов Джереми Корбин и вовсе, по его словам, чокнутый. Сам же Блэр обещает спасти всех от лобового столкновения и сделать Брэкзит похожим на мягкую парковку. По слухам, уже на этой неделе собирается на кофе с Терезой Мэй. Пока агенты рыщут в поисках офиса в правительственном квартале. На Уайт-холле сплошь министерство до секретной службы, где бы приютить 130 сотрудников новой компании старого премьера. Институт глобальных изменений или Центр глобальных изменений Тони Блэра, как бы ни назвали организацию, она должна собрать не последних в Британии людей. Ради своего детища бывший премьер даже отказался от работы на Дональда Трампа. Говорят, старый друг предлагал неплохие деньги. Но нестабильные времена на Туманном Альбионе, оказывается, могут послужить трамплином для уже забытых политиков. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. За чей счет будут ремонтировать Букингемский дворец? Почему калифорнийский городок залило пеной? И как выглядит самая тихая библиотека в мире? Узнаете из нашего обзора. Папа Римский разрешил всем священникам прощать аборты. Ранее это могли сделать только епископы. В своем апостольском послании Франциск написал, что нет греха, который не простила бы милость Божья. Тем не менее, понтифик уверен, аборт – это грех, так как ставит точку в невинной жизни. В сети появился первый трейлер к фильму «Барри» о юности Барака Обамы. Все события происходят в 1981-м, когда будущий президент США приехал в Нью-Йорк и поступил в Колумбийский университет. Там и получил степень бакалавра в области политологии. Главную роль сыграл Джейсон Митчелл. Насколько он похож на президента, зрители оценят 16 декабря, когда состоится премьера фильма. Британцы просят королеву отремонтировать Букингемский дворец за свой счет. Более 100 тысяч человек подписали петицию об этом в интернете. Предстоящая реставрация дворца обойдется в 430 миллионов евро. Жители Объединенного Королевства считают, резиденцию британских монархов должны ремонтировать исключительно за деньги королевской семьи. А миллионы из казны можно потратить на социальные проекты. Женская команда университета города Карди в Парегби оголилась ради благотворительности. Девушки согласились на фотосессию только в гетрах и бутсах. Интимные части тела прикрыли руками и мечами. Все фото будут в спортивном календаре на 2017 год. Вырученные деньги пойдут на борьбу с раком молочной железы. Калифорнийский город Санта-Клара залило пеной. Белая масса растеклась по улицам. Больше всего затопило районы возле аэропорта. Оказалось, в одном из терминалов произошел сбой сигнализационной системы. Пена для тушения пожаров выплеснулась из ангара и разлилась повсюду. Власти города успокаивают. Пена нетоксичная, но может вызвать аллергию при попадании на кожу. Самую тихую библиотеку в мире хотят построить в Китае. Уже создан проект здания. Библиотека с огромными окнами будет располагаться на берегу моря. Есть зоны для медитации, много удобных кресел и места для чтения на крыше, чтобы наслаждаться книгой под шум прибоя. Во сколько обойдется строительство, пока не ясно. Здание так и назовут. Библиотека на побережье. Теракт в Кабуле. По меньшей мере погибло 27 человек, среди них дети. Еще около сотни получили ранения. Террорист-смертник подорвал себя в шиитской мечети в полдень, когда верующие собрались на молитву. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Афганские власти подозревают в атаке талибов. Те поспешили заявить, что не причастны к теракту. И как только что стало известно, сразу после погрома салона красоты в центре столицы, об этом говорила моя коллега Анна Каменева, радикалы двинулись в крушить офис Сбербанка России, который расположен на площади Льва Толстого. Возгорание в салоне красоты пришлось ликвидировать пожарным. Сейчас огонь потушен. Обо всех подробностях произошедшего мы расскажем вам в завтрашнем выпуске подробностей. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин